Всем доброе время суток, с вами снова Ольга и сегодня я хотела бы ответить еще на один очень часто задаваемый вами вопрос, один из самых популярных, а именно говорят ли мои дети на русском языке, понимают ли они русскую речь, когда обращаюсь я к ним по-русски и если нет, то собираюсь ли я их обучать в будущем русскому языку. Вот такую тему я хочу сегодня обсудить. Для тех, кто на моем канале впервые, добро пожаловать, я знаю, что у меня каждый день просто сотни-сотни новых подписчиков, я очень вам всем рада, я рада, что люди интересуются Кореей, что им нравится наша семья, я вам очень благодарна за ваши комментарии добрые, вот в общем добро пожаловать на мой канал, я хочу немножко представиться, меня зовут Ольга, мне 35 лет, я родилась и выросла в Казахстане, но родилась я еще при Советском Союзе, поэтому по национальности я русская, все мои предки были русскими, вот я это говорю к тому, что просто очень часто люди молодые, меня смотрят в основном молодые люди, и когда они узнают, что я из Казахстана, они начинают обращаться ко мне на казахском языке, что естественно, но я, к сожалению, ни слова ни одного не знаю на казахском языке, потому что когда я там росла, это еще был такой вот, как бы сказать, Советский Союз, и кроме русского языка я ничего не знаю, да и русский язык я уже забыла практически, очень плохо, смутно говорю на нем, вот, поэтому, да, вот эта информация для тех, кто меня смотрит впервые, я в Корее нахожусь с 2001 года, муж у меня кореец, у меня двое детей, если вам интересна подробнее ситуация того, как я попала в Корею, как вышла замуж, как познакомилась с мужем, то смотрите видео, недавно я выпускала на эту тему, по-моему, под названием «Моя история, как я попала в Корею», или «Как я оказалась в Корее», что-то такое, короче, в общем, посмотрите это видео, там все подробненько, подробненько, очень подробненько рассказано, поэтому вот, а сегодня поговорим именно на тему языка, и сейчас мы с девчонками поедем в игровую комнату, я буду их снимать и параллельно с вами разговаривать, потому что, мне кажется, вот такой формат, когда вы видите только моё лицо и мою машину, это очень скучно, это неинтересно, и я бы такое видео смотреть не стала. Поехали, вперёд! Ну что ж, на вопросы, говорят ли мои дети на русском, понимают ли они русскую речь, когда я к ним обращаюсь, и собираюсь ли я научить их языку в будущем, ответ простой – нет, нет и нет. Три раза нет. Нет, не говорят, нет, не понимают, вообще ничего, и нет, не собираюсь пока учить, пока сами не захотят, по крайней мере. На этом можно было бы закрыть тему, но хотелось бы пояснить более подробно, почему именно такую позицию я выбрала. По моему мнению, каждая цель должна с лихвой оправдывать средства. Как вы понимаете, учить иностранный язык, проживая в иной языковой среде, это всегда требует много сил и времени. Не верьте тому, кто скажет вам, что достаточно одному из родителей просто обращаться к ребёнку на русском, и ребёнок чудесным образом заговорит на двух языках. Это миф. Я таких семей, по крайней мере, ни разу не встречала. В тех семьях, где дети являются билингвами, родители прикладывают массу усилий. Они либо на длительное время уезжают на свою родину, чтобы дети окунулись в языковую среду и заговорили на русском, потом по возвращении в Корею, они просто поддерживают эту базу и дают ей какое-то развитие. Либо они отдают детей в русские школы, все они занимаются с детьми дома по учебникам, прописям и так далее и тому подобное. И родители заслуживают огромного уважения. Но тут важно расставить приоритеты для каждого лично, индивидуально. Дело в том, что у корейских детей очень мало свободного времени. Я не хочу сказать, что они в школе учатся прям дольше своих российских сверстников. Нет, они учатся по времени столько же. Но после школы никто не идёт домой. Практически все идут на какие-то курсы, кружки. Дети выбирают то, что им нравится и то, чем им интересно заниматься. Это может быть спорт, музыка, рисование, английский, всё что угодно. Обычно среднестатистический корейский школьник посещает около трёх различных секций в день. Если это не профессиональный спорт, конечно, когда София занималась профессиональным спортом, это отнимало у неё абсолютно всё свободное время до самой ночи, включая выходные. В любом случае нужно понимать, что график корейского ребёнка всегда очень плотный. День расписан поминутно. Кстати, корейские школьники в обязательном порядке все ведут ежедневники. Представим, что я решила обучать детей русскому языку. Я должна исключить из списка их любимых дел что-то одно и заменить это уроками русского языка. И, по идее, почему бы и нет? Если бы они сами этого захотели, я не против. Если бы они проявили интерес и сказали, что да, вот будем, всё, я без проблем им бы помогала в этом деле. Но у них в приоритете, к сожалению, совсем другие вещи и увлечения. И я считаю, что не вправе навязывать им свои взгляды на жизнь. Кстати, был у Софии такой период, когда она начала было проявлять интерес к русскому языку. Я даже возила её в русскую школу воскресного дня. Месяца два мы с ней проездили. И интерес у неё пропал, как-то сам испарился. Ангелина. Ангелина, она пока ещё маленькая. Я с рождения, конечно же, как и все другие русские мамы, я читала ей русские книжки. У нас дома их огромное количество. Пыталась подсадить её на советские мультики. Но как только она пошла в садик, а в садик она пошла рано, не то в 10, не то в 11 месяцев, не помню уже. У неё сразу произошло переключение вот такое на всё корейское. Корейские книжки, корейские герои мультфильмов. И дальше кормить её всем русским стало намного сложнее. Ей стали неинтересны мультики, которые никто кроме неё не смотрит. И книжки, которые никто кроме неё не читает, и с друзей её я имею в виду. В общем, я решила не заставлять и не навязывать ребёнку то, что ей не нравится, то, что ей неинтересно. Какой в этом смысл? Я сильно сомневаюсь, что в будущем они захотят связать свою жизнь именно с Россией. Ну, а если захотят, то как бы язык выучат. Нельзя на самом деле знать, какой именно язык им пригодится. Если уж задумываться о перспективах, налегать нужно на английский, китайский, на хинди. Хотя, на мой взгляд, в наш век бурного развития технологий глупо тратить время на изучение языков. В скором будущем мы будем вставлять, знаете, такой наушник-переводчик в ухо. Они уже есть, просто в общем доступе пока не всем доступны пока, да, эти наушники-переводчики. И скоро они будут доступны, мы будем вставлять это ухо в ухо и путешествовать по миру и понимать всех людей, всех национальностей. Но есть масса вещей, на которые тратить свое драгоценное время куда более рационально, на мой взгляд. Вы скажете, ну а как же русская культура, она ведь богата, интересна. Но чтобы смотреть русский балет, который, кстати, довольно часто гастролирует сюда, в Корею, или чтобы читать Достоевского, слушать Рахманинова, язык знать не нужно. Все самые достойные произведения адаптированы под весь мир. Переведены на все языки, и слава богу. И единственное, что могло бы, по идее, послужить стимулом для изучения русского языка, это общение с нашей любимой русской бабушкой, с моей мамой. В те редкие, прередкие визиты в Россию мне приходится работать переводчиком. И в этом есть некое неудобство, безусловно, что есть, то есть. Но этот, без сомнения, печальный аспект и является той самой целью, которая не оправдывает средства. Учить язык, чтобы поговорить с бабушкой. Мам, извини, но мне легче раз в пятилетку послужить переводчиком. Хотя мама у меня не обижается, она прекрасно все понимает и всегда меня поддерживала в этом вопросе. В общем, я объяснила, как могла свою позицию, не считая ее единственно правильной. Еще раз замечу, это личное дело каждого родителя, чему и как обучать своих детей. Как всегда, надеюсь на ваши корректные комментарии, даже при том условии, когда ваша точка зрения противоположна моей. Мы все с вами культурные люди, давайте общаться культурно. Всем спасибо, всех люблю и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!